здравствуйте мы сейчас находимся и сегодня у нас наверное 13 июня в общем мы находимся в калеле вот такие здесь гостиницы это берег моря это тут железнодорожное полотно в общем отработала я утром меня отпустили отдохнуть на три часа а так как я живу в другом городе ну далеко от лера это то хозяин не разрешил приходить к нему домой в общем у него покушать и отдохнуть вот такой у меня хозяин хорошие вообще я у него там пришла с собой принесла зам салатик чаю попила там у него кофемашина стояла он говорит папе и кофе и ничего не объяснил как ее открывать я ничего не поняла в общем кипятила этой кофемашине воду и попила чай ну ладно следующий раз когда у меня там но он сказал мне когда уйдешь захлопни просто двери все я еще когда выходила захлопнула дверь в общем не с той стороны вышел смотрю там гараж и не знаю как выходить в общем вот сейчас я решила погулять по городу а потому что раньше все проездом было вот он такой голый город олелья называется вот каждым днем все больше больше туристов становится я вам даже на глазах это видно количество растет погода замечательная жара все уже в море можно купаться но я не отчаиваюсь я не отчаиваюсь я поняла что надо просто надо просто ходить время каждый день бегать искать и еще у меня все таки французский еще очень низкий уровень я вот думаю что сейчас поработав в магазине я его повышу и в следующем году уже через проблем я возьму я вообще не сдалась я все равно я все равно добьюсь того что хочу но мне нравится нравится вообще-то магазине мне тоже нравится вот такое здесь меню вот такой ресторанчик удобный хорошенький ну вот теперь стала работать теперь проблема что надо какую-то обувь купить удобную какие-то надо рубашечки свободные все дома сидишь ничего не надо пошла на работу сразу столько все надо стало сейчас вот как раз пойду по торговым улицам посмотрю что нибудь ну ладно пока 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 вот сижу отпустили меня отдохнуть я покушала сейчас так хорошо немножечко полежала телевизор смотрю вот меня на три часа отпускает отдохнуть и потом я с четырех буду работать и десять вот такой у меня хороший хозяин потому что он мне очень много не может платить как по такому целому контракту а целый контракт он 1400 только мне может половину платить и потому что у него только открылся магазин и на еще полтора месяца но не сказал как только хорошо начнет торговля пойдет и все люди узнают магазин он все делать рекламу распространяется он все делает вот тогда у меня уже сделать полный контракт я тоже буду зарабатывать хорошо но я все равно очень довольна вот такие квартиры сдаются в колене такое обыкновенные апартаменты там это есть еще в спальне тираж то такая кухонька малюсенькая такая он ее ну за 400 он сказал ее снимает но чтоб так дешево снимать надо контракт на целый год плита тут вот так я тут покушала сейчас надо все помыть холодильник вот такая квартирка вот это я тут на диване уже все накидала сейчас тоже когда домой когда пойду работать уберу все вот тут такая терраса вот такая терраса и такой вид из окна я на шестом этаже это море калейлия впереди вон церковь видно и конечно видно тут вот она такая калейлия вот впереди там еще гора и повыше чем у нас нас рукогровка называется не знаю как у них называется в общем надо сейчас я пойду мне надо все-таки погулять по калейлия хоть но немножко посмотреть а то я так все время на торговой улице была там какая-то церковь есть надо ходить посмотреть вот так вот я я считаю что я очень хорошо устроилась но когда ли хозяин вернется с товаром я опять буду работать с двух до десяти то есть это сейчас у меня так на 10 дней попросил потому что мальчик-то мальчик у него хорват он не говорит на испанском и на русском очень плохо так что поэтому уж он попросил чтобы я ему помогла а так-то когда он здесь он он утром работает ну со своим племянником потом мы племянника отпускаем на сиесту на 5 часов у нас отдыхает вот и потом он уже со мной работает племянник этот жозык его зовут но если получится сниму его красивый мальчик молоденький 23 годы ему как мой сын такой же жалко что мой сын не нравится ему в испании жить не хочет если конечно можно было бы вот работу найти его может конечно ему понравилось но какие проблемы сейчас работе что ну в общем я надеюсь ульято документы мы на пять лет и мы сделали может ситуация поправится или у меня ситуация как он поправится и мы сможем его куда-нибудь устроить вот в общем я счастлива может у меня конечно голос грустный ну просто я не хочу тут орать на балконе чтобы меня не дай бог услышали вот так вот ну буду держать вас в курсе если что интересное будет вообще хочу сказать что кто поедет в испанию а вот будет будет на коста браве отдыхать вот здесь такой город калеля вот центральная улица там столько магазинов я вот схожу наслаждаюсь и такие цены умеренные и вещи красивые у нас как-то в люред де мари все больше для молодых только а тут такие вещи и на тоже как бы на всякий возраст есть на всякий вкус так что приезжайте тут на на трейне легко доехать калеля выходишь ну еще не знаю что еще сказать в общем все все хорошо здесь до встречи здравствуйте у нас сегодня 16 число снова у меня перерыв обеденный и я снова обследую калелю и вот сейчас я вышла на центральную дорогу и вот здесь такое грандиозное здание и какое-то административное видимо здание написано адюбермен де калеля аааа это суд это судебное здание вот сюда вот полагается суд так что очень шумно наверное вообще не слышно вот я ходила Здесь у меня пусинки в коробском платье. Класса замечательная. Совершенно довольная жизнью. Ура! Сегодня мы с утра мои два набора серебряных продали. И вообще я так счастлива, что наконец-то у нас начались продажи.